Все, поехали! Эту методику называют русской йогой за ее способность обеспечивать нагрузку и вместе с тем восстанавливать, реабилитировать и оздоравливать организм в целом. При микродвижениях идет расслабление. Ищем места, где есть напряжение. А когда мы расслабляемся, то есть мы, естественно, включаем в работу мышцу, которая была отключена. Инструктор методики под названием «Суставная гимнастика», мастер спорта международного класса по легкой атлетике Александр Чернов на личном опыте знает, насколько это важно. После очередной травмы попробовали пару упражнений. За 30 минут мы прошли боли, которые врачи, по крайней мере, мне говорили, что вообще две недели нельзя трогать. Уже доказано, что связки и мышцы могут держать колоссальные нагрузки без костей даже. То есть связка там до, по крайней мере, как написано в книжке, до двух тонн возит нагрузки, а мышцы до 400 килограмм. На первый взгляд, незамысловатые движения обеспечивают весьма эффективную нагрузку, которую почувствуют даже те, кто регулярно занимается фитнесом. Первая мышца, которая устает, значит, она слабая. То есть ее нужно подтянуть, как бы включить в работу, так сказать. Потому что есть мышцы, которые отключаются и не работают. Это самая главная ошибка в занятии фитнеса и вообще в реабилитации. Нужно узнать, работает ли мышца, чтобы ее тренировать. Ну и также упражнения эти попробуйте минут пять поделать, и вы поймете, что они не такие простые на самом деле. Техника выполнения упражнений суставной гимнастики – вопрос индивидуальный, зависит от физического состояния и поставленных целей. Каждый человек напряжен по-своему, либо расслаблен по-своему. Мы делаем групповые занятия. Люди делают одно упражнение, но делают по-разному. А со временем это, ну, как человек расслабится, так и будет у него своя техника. Суставную гимнастику сравнивают с йогой еще и потому, что здесь важно не просто выполнять механические упражнения, а чувствовать реакцию мышц, суставов, находить баланс внутреннего и внешнего. Это может быть и эмоциональное, и духовное развитие, не только всего тела, но и ума. Потому что человек, ну, естественно, прямой позвоночник, пожалуйста, ты мыслишь ясно и думаешь, и у тебя настроение не меняется.